24 мая наша страна отметит праздник – День славянской письменности и культуры. К этому событию в Центральной городской библиотеке имени Алексея Дмитриевича Старцева подготовлена оригинальная выставка. Наша съемочная группа побывала в царстве книг и знаний. Фокинская библиотека, как и тысячи библиотек в нашей стране, давно завоевала титул Центра знаний и информации. Именно здесь можно найти книги, отсутствующие в домашних хранилищах или являющиеся раритетными среди книголюбов. В этих царствах книг и знаний читатели ждут не только как клиентов, а как гостей. Готовятся к их приходу, придумывают, как привлечь новых читателей, чтобы они стали завсегдатаями. Регулярные выставки, посвященные тому или иному культурному событию в мире или стране, с незапамятных времен стали визитными карточками читального зала нашей библиотеки. 24 мая в нашей стране отмечается замечательный праздник – День славянской письменности и культуры. Конечно, библиотека не может пройти мимо такого события. И в связи с этим праздником в читальном зале городской библиотеки начала свою работу выставка, которая называется «Чтоб не прервалась связь времен». Естественно, название этой выставки говорящие, и вы уже поняли, кто главный герой на этой выставке. Конечно же, книги. Книги – это та единственная непереходящая ценность, которая связывает между собой поколения. Наверное, в каждой семье есть книга, которую читали бабушки, дедушки, мамы и папы. В настоящий момент ее страницы перелистывает чья-то детская рука. На нашей выставке представлены самые разнообразные разделы. На ней вы сможете увидеть изображение книги, которая была не напечатана, а написана еще в Древней Руси. На этой же выставке вы можете увидеть энциклопедический справочник, который так и называется – книга. В этом справочнике можно прочесть абсолютно все, что касается книги, ее содержания, ее написания и ее издания. Изюминкой нынешней выставки стала экспозиция произведений, которые в этом году отмечают свою круглую дату. Это «Отцы и дети» Тургенева, «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, «Поднятая целина» Михаила Шолохова и многие другие. Никого из читателей не оставит равнодушной выставка «Ретро-книги», на которой представлены одни из самых старинных книг нашей библиотеки. Бессмертный роман Льва Николаевича Толстого Анна Каренина, выпуска 1952 года, уже радовал читателей до своей прописки в читальном зале библиотечной системы. Так что все истинные любители качественной печатной продукции могут отыскать на стеллажах нашей Фокинской библиотеки практически любую книгу, выпущенную не только в 21-м, но и в прошлом, 20-м веке. Продолжение следует...